Ну что, друзья, поздравляю, сегодня общероссийский праздник, день макаронного барона, а макарошки в нашей стране, как известно, всегда стоят одинаково, хотя начать хотел не с этого, с одной из замечательной цитаты. Автор высказывания не я, она принадлежит моему коллеге-блогеру Бармалеке, но это так, жизнеутверждающе, на наших центральных каналах новости это уже какой-то деградэшн-тиви. И Путин раскрутил ручку, переложил папку, погладил орла, скомкал во рту кусочек фольги в шарик и плюнул в стол. А ведь так оно и есть. На самом деле в России теперь почти все информационные публикации, касающиеся деятельности президента, носят исключительно такой характер, чем глава государства занимается еще, ну помимо вот этих вот безусловно важных вещей. Я, например, не в курсе, а вы. Кстати, можно за моего кота на следующих выборах проголосовать. Он примерно то же самое будет делать. На самом деле это вообще не смешно ни разу. Начинаем! Ну и к сегодняшнему мероприятию большой президентской пресс-конференции, честно, а я вообще перестаю понимать смысл данного шоу. Не только пресс-конференции, но и прямой линии с Головнюком тоже. Когда-то это действительно была фишка. После эпохи Ельцинского ХЗ у людей появилась возможность обратиться со своей бедой напрямую к главному и проблемы вопрошающих иногда даже решались. Здравствуйте! Представьтесь, пожалуйста. Я не буду с вами разговаривать, а только с президентом. Владимир Владимирович вас слушает, задавайте вопросы. Я слушаю вас. Добрый день. Это вы? Я. Добрый день, да. Это правда вы? Правда. Раньше тоже были вы, да? И я был раньше, да. Ой, господи, спасибо вам большое. Потом, впрочем, спектакль скатился к тому, что проблемы граждан решались исключительно таким путем. Непонятно вообще, зачем мы избирали еще и губернаторов, мэров, депутатов. Институт полпредов тоже непонятно, зачем создавали. Само шоу получило новое название, в смысле в народе Путин. Помоги! Владимир Владимирович, хочу обратиться к вам, от жителей поселка Вигару, чтобы хоть немножко власти наши навели, у нас здесь порядок. Власть навещает нас редко, а и то и не бывает. Люди умирают. Умирают люди у нас в поселках, так как у нас нет медицины. По прошествии 20 лет от участия в данном сериале, похоже, устал и сам престарелый актер. А раз даже ему оно больше не интересно, чего в таком случае стоит отжидать от обычного зрителя? Сумасшедших фанатиков и отморозков во внимание предлагаю не брать я таких сейчас. Путин президент мира! Ура! Ну и к конкретике, к чему я веду. Смотрите, сама пресс-конференция еще не началась. На календаре 17 декабря на часах около 11.00 Москвы. Старт действует через час, а я уже сейчас. В данную минуту готов предсказать, о чем пойдет речь. Забьемся. Это реальная журналистика. Поехали! Так какой обещает быть сегодняшняя большая пресс-конференция, а я вам отвечу. Она в очередной раз обещает быть дичайшей смесью из восторженного халуйства. Популизаторство от словосочетания популизать, откровенно тупорылых вопросов, ни о чем плохо обыгранных плохими актерами на мелком прайсе, а еще мероприятие будет наполнено бесконечными напоминаниями о 75-летии победы, о том, что несмотря на страшную пандемию, великий царь это сделал, да так сделал весь мир, завидует. Ну и, конечно, затем все это плавно перетечет в сказке о волшебной вакцине. Вот такие условия. Стол, стул, холодильник, телевизор, окно, кондиционер. Все просто чудесно. Условия далеки от домашних, но ей и не нужны уютные покои. На 28 дней палата Юлии станет чем-то средним между учебной аудиторией и кабинетом. На носу защита магистрской диссертации. Правда, пройдет она в условиях изоляции. Девушка одной из первых испытывает вакцину от коронавируса. Я на самом деле уже даже забыл, когда Путину на этих пресс-конференциях и прямых линиях задавали ну хоть сколько-нибудь интересные вопросы, хоть чуть-чуть, злободневные, блин. Там настолько все выхолощивается до того, как организаторами, сценаристами, что иной раз оно выглядит дико, глупо, по-идиотски. Ну вот, пожалуйста. 2017 год. Ульяновская область. Возможность задать вопрос президенту появилась у сельского учителя. Внимание! Мне было интересно, нельзя ли продлить срок использования учебников и уменьшить количество учебно-методических комплексов по своему количеству, тем самым объединив образовательное пространство Российской Федерации. Ребят, это сельский учитель. Вот повторюсь, у человека появилась возможность озвучить любую проблему. Перед тобой, президент, ты в прямом эфире. Че, в этой сельской школе проблем нет? Да ладно! А о чем спрашивает это Мурло, этот чудик? Нельзя было бы увеличить срок годности учебников. Ты серьезно? Чего, глядь? Но еще больше я не понимаю пропагандистов, отрабатывающих копеечную пайку. Я сейчас не о пропагандистах-пропагандистах говорю, вроде Первого канала НТВ, Реа Новости. Этим хотя бы бабки серьезные платят за то, что людей дурачат и выглядят при этом по-идиотски. Я прошу тофу из регионов, получающих там 15-20 тысяч и вылизывающих по сути за еду. Весь их функционал на данном мероприятии сводится к тому, чтобы просто приехать на эту пресс-конференцию и просто побыть массовкой. От ребятишек ничего больше не требуется, но они ведь зачем-то слово просят. Какое-то подобие недовопросов начинают формулировать, отчего шоу еще более глупым выглядит. Вот права народная мудрость. Лучше промолчать и показаться идиотом, чем раскрыть рот и развеять любые сомнения. Интернета и госканалы не спросят, а когда вы женитесь? И на ком? Вопрос о вашем здоровье, как вы себя чувствуете, как у вас дела? Не дождетесь. Знаете, нынешний год, похоже, поставят на этих пресс-конференциях точку. Бездарные путинские политтехнологи и лживые лизоблюды-пропагандисты загнали в угол сами себя. Своими вот этими вот тупорылыми действиями в предыдущие разы ребята обрушили рейтинг спектакля года с концами. Впервые, наверное, за 20 лет телевизионные рейтинги главной пресс-конференции пропагандистам придется рисовать, как результаты Единой России на выборах. Людям больше неинтересно это смотреть, потому что, да что там людям? Мне, профессиональному журналисту, работа которого мониторить подобные вещи, мне оно неинтересно. Поэтому, скорее всего, я на эту бредятину времени в этот раз тратить не стану. Владимир Владимирович, приходите к нам просто на юбилей собеседнику, у нас в следующем году 30 лет. Вот это, кстати, я с вами на обложке вот здесь. Вы помните нашу майскую встречу? Конечно. Политехнологов со старой площади жалко, прикиньте, а им ведь пришлось и в этот раз мощнейшую постанову замутить. Для привлечения внимания к сегодняшнему спектаклю, какую постанову? Ну, я имею в виду вот эту вот мутную историю с ростом цены, с последующим стучанием кулаком главного по столу. А еще историю с наспехорганизованной встречей царя и правозащитников. Видно же, было обе стороны на эту встречу пришли неподготовленными. И оно, по-моему, лишь усугубило, ситуацию не выстрелило. Да что далеко ходить? Я на митне с одним своим коллегой общался с журналистом и в разговоре обронил фразу «Давай продолжим после семнадцатого». Человек спросил, а что будет после семнадцатого? Журналист! Мне кажется, это о многом говорит, нет? Ну и под занавес, что бы хотелось сказать от себя? На самом деле во всей этой истории есть как плюсы, так и минусы. Плюсы? Безусловно, заключается в том, что она железобетонно станет последней. Я про пресс-конференцию от слова вообще. Еще раз. Ну нет смысла уже устраивать это никому не нужное трех-четырехчасовое лживое шоу. Нагонять туда толпы массовки. Позориться на глазах у всего мира прямой эфир. Все-таки тут невозможно вырезать неудачный дубль. Нет смысла позорить актера главной роли, абсолютно не знающего текст сценария, да и в принципе не владеющего ситуацией. Этот спектакль работает сейчас в минус. А чего жалко? А жалко того, что идея-то действительно была неплохой. И вот так вот бездарно ее загубили. Ну и двадцати лет жизни жалко. Двадцать лет россияне хотели верить в хэппи-энд данной киношки, а получилось, что киношку тупо снимут с проката. Время-то самое дорогое, что есть у человека. Все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. Спасибо кафе Фаина Раневская за предоставленные для съемок помещения. На наш второй канал тоже подписывайтесь. Там правда есть что посмотреть. Просто попробуйте. В друзья добавляйте темы, предлагайте. Под ними мы обсудим, а я за всем. Спешу откланяться пока. Пока.